Девушки отдыхают В 20 лет стала солисткой группы Стрелки, а позже и ведущей одного музыкального канала. В 2011 основала Girls Band Девушки Эйнштейна. И как вам известно, с ноября минувшего года Оксана ведет самую спортивную программу на Russian Music Box «Раздевайся и не стесняйся». И вот уже третий год серьезно занимается Аштанга Виньяса Йогой. Сторонница вегетарианского питания ведет активный и здоровый образ жизни. Бали-балерины непообразимы Бали-балерины всегда номер ван У Бали-балерины на завтрак мужчины на ужин банан Эй! Привет! Привет, коллега! Мой педал-долог, мне наконец-таки приехало. Это отлично! У вас, у вас, у вас, у вас, дорогие зрители. Оксана Устинова, солистка группы Девушки Эйнштейна, а самое главное, ведущая канала Russian Music Box «Раздевайся и не стесняйся». Вы сами это прекрасно знаете. Расскажи, какими такими вот судьбами, ветрами? Такими судьбами, кривыми, окольными путями. О, кривыми? Кривыми, ну вот так, трудных, легких путей не ищем. Дело в том, что у моей подруги свадьба. Сейчас, в этот момент. Ну, не в этот момент. Подготовка сейчас идет, и дресс-код гламур. Ты, как видишь, немного не моя тема, да, потому что я такой, несмотря на свой преклонный возраст, все-таки в душе маленький озорной мальчуган, можно сказать, хипстер, да, другими словами. Поэтому это не мое. Как такое может быть? Ты прекрасно, стильно, очень модно, интересно одета вообще. У тебя вкус прям вот бьет с каждой клеточки твоего образа. Как это так? Ну, вот так. Дело в том, что друзей не выбираем, правильно? У разных друзей, разные вкусы, предпочтения. И свадьба будет такая амурная, красивая, женщина на каблутках. Кому же идти как не к тебе, Денис? Еще раз привет. Я всегда говорил, главное, чтобы лоснящимися были не лица. Но я сейчас тебя усажу на нас в прекрасный диван. Ты пока полистаешь и войдешь, так сказать, в нашу атмосферу, а мы соберем мозговую штуку с моей командой, обязательно придумаем для тебя отличный образ и, собственно говоря, приступим. Располагайся на нашем... Так, а мои пожелания будут учитываться? А надо? А, ну вообще не надо, да? Я же пришла отдаться. Ну, так и все. Отдаюсь в руки вам, друзья. Располагайся на нашем диване. Пойдем. Ром, у нас сегодня наша коллега. Нужно постараться. Постараемся. Понимаешь, да? Поэтому образ будет женственный, очень необычный. И, собственно говоря, наша гостья не привыкла выглядеть так. Поэтому будь, пожалуйста, деликатен, да? То есть расскажи, объясни, почему ты делаешь именно такой макияж. Ой, девочки. Нужно нашу гостю сегодня сделать такой гламурной леди, для того, чтобы она на мероприятии своей подруги была number one, да? В конце концов, это наш канал, мы представляем, да? Да-да-да, давай изменимся. Давай изменимся. Марина, ну, у тебя задача, как всегда, самая понятная из всего, да? Все это запечатлеть, но нужно из нашей гости вытащить самые женственные нотки, вот эти вот все интересные нюансы. Я постараюсь. Рома, ты задачу знаешь, девочки, вы тоже понимаете. Да. Я бы хотел, наверное, чтобы было, может быть, даже какой-то корсет, что-то такое, знаешь, чтобы вообще уйти в те времена, да, настроение. Отлично, значит, Рома, я к тебе зову гостю и пойдем работать. HairShow – это всемирно известный журнал для тех, кто хочет быть в тренде. Последние тенденции парикмахерской моды в большом блоке тщательно отобранных работ мировых стилистов. Интервью с гуру парикмахерского дела, истории домов мод и акул красивого бизнеса. Рассказы о лучших салонах красоты и многое другое. С Hair Show вы всегда на высоте. Парам-пам-пам. Мы готовы. Парикмахер. Да. Я готова к войне. Наша команда, наша команда, я как громогласно, понимаешь, наша команда придумала тебе образ. Да. Все готовы и буквально уже покрылись пылью на своих местах, заждались. Так что пойдем скорее. Пойдем. Так интересно работать с интересными творческими людьми, особенно ведущая, певица, вокалистка. Это вообще очень круто. Расскажи, какие вот, как ты вот дошла, как докатилась в такой жизни. Сначала пела-пела-пела, представляется, в музыкальной семье. Здорово. Мама, пианист, папа, военный, мы сами с музыкальной семьей. Дедушка, военец, бабушка, просто поет тоже периодически, когда есть настроение. Дали школу музыкально. Пела-пела-пела. Интересно. Родители сказали, что это за профессия артиста, никогда нет денег, что это такое, иди-ка ты на экономиста. Ну, пошла, но природа взяла свое время. Чуть убили на корню. Ну, чуть не убили, да, на корню, но не убили. Потом попала на один музыкальный канал, это был не канал, а нашим юбинбокс. Там набралось опыта, познакомилась с интересными людьми. С коллегой решил создать группу. Создали группу девушки Эйнштейна. Однажды пришли на съемку на канал Russian Music Box, программу «Раздевайся, не стесняйся». И была приглашена в качестве ведущей программы. Как тебе такое? Мне нравится очень. Я вот думаю, что мне покрасится. Ну, с этим вопросом мы обратимся к Денису, он нам поможет. Журнал FHM один из самых известных и читаемых в мире. Российский FHM в точности такой же, как и его читатель. Веселый, остроумный, модный и любознательный. Это журнал «Космополит» с легкостью, меняющий как континенты, так и темы разговора. FHM в мае встречается с легендой кинематографа Арнольдом Шварценеггером. Задает 100 вопросов известному блогеру Алексу Экслеру. Учит, как стать политиком. Дает советы по физподготовке от настоящих военных. И рассказывает, что нужно знать о женских оргазмах. FHM. Журнал мужского рода. Итак, я вижу что-то от Мадонны, что-то очень красивое, чувственное, очень сексуальное. Эти губы, это просто... Ты знаешь, у меня мечта на протяжении уже, наверное, лет... Так, значит, 29 или 12 лет. Это сколько лет? Это 17. 17 лет, да. Отпустить волосы. Длинные волосы. Так, отпусти. У меня были длинные волосы в 12 лет, которые я состригла, за что было бито, битыми. Я всегда говорю, что лет до 18 длинные волосы у девочки – это заслуга их мамы. Итак, мы сейчас закрутили твои волосы в лоуконы, да, вот они теперь такие легкие и воздушные. Смотри, и я предварительно подготовил вот такое вот изделие – это Симплик. Это новая система накладок, которая составляет одну большую затылочную. У нее есть верхняя, которая делает переход, то есть, чтобы не было такой от коротких сразу к длинным. И вот несколько височных прядей вот таких вот. То есть, по большому счету, эта процедура занимает, ну, 2-3-5 минут. Мне все очень нравится. Сейчас, скорее, мы с тобой идем к Мариане Ковалевской, которая приготовила уже нам платье. Вы оденетесь, и мы ждем тебя здесь во всей красе. Вау, 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 вау. Ну, ребята, ждите меня в ту клуб. Чувствую себя прямо с витрины. Да? Даже не знаю, боюсь сама к себе прикасаться, честно говоря. Классно, потому что я вижу эту улыбку, эти глаза, этот блеск, а значит, она к свадьбе готова, к свадьбе лучшей подруги. Я теперь даже не знаю, сколько мне идти на эту свадьбу, поскольку боюсь быть закидана помидорами. Враги не дремлют, друзья. Ты знаешь, одна подруга с тобой не справится, а все остальные будут за тебя. Окей. Ну что же, все в порядке, поэтому я сюда зову Марианну Ковалевскую, которая расскажет нам, как вообще такие происходят чудеса. Как и овна сделать конфетку, овна овна. Да, овен. Овен наше все. Марианна, рассказывай. Ну, поскольку сегодня наша передача «Давай изменимся», поэтому я решила... Ну, давай-давай поподробнее с этого места. Поэтому я решила подобрать что-то такое неординарное, то, к чему Оксаночка не привыкла. Ты поменялась? Вы знаете, поменялась внешне кардинально. Корсет настолько сковал моими движения. Он подчеркнул узкую талию. Да, и одежда диктует уже определенную манеру поведения, то есть здесь уже... Как крепкие мужские объятия вот так. Да, погоготать не получится. Приходится как-то держать осанку, правильно мыслить в этом направлении, в направлении этого платья, этого корсета. И потом очень приятно быть заключенной в объятии шелкового платья. С корсетом ручной работы, нежнейшие кружева шансиль и такой маленький такой кукольный бантик. И все это бесподобное творчество, творчество тандема Джулина. Мы зовем сюда сейчас нашего фотографа Марину. Марина, твоя задача, мы уже это обсуждали, ты ее знаешь, вытянуть из нашей гости все самые... Все последние деньги вытянут из нашей гости. Кстати, мы работаем... Платите за портфолио? Бесплатно. Мы работаем бесплатно. Сейчас наши гости с нашим фотографом идут фотографироваться. Мы им в этом деле помогаем и ждем фотоотчет до и после. Это же самое главное и самое интересное. Она знает. Поехали! Селебрити Тренд – глянцевый журнал для тех, кто хочет быть в тренде. На страницах журнала все. От шоппинга до индустрии красоты. От модных клубов и ресторанов до эксклюзивных интервью, фотосессий и закрытых показов. Селебрити Тренд – это самая полезная информация о том, где отдыхать с комфортом, куда сходить и что увидеть, где поесться вкусом и пользой и самые последние яркие события из мира моды, искусства и спорта. Селебрити Тренд – «Глянцевый журнал для тех, кто хочет быть в тренде». Я кайфанула по полной программе В таком шикарном платье В таком шикарном дорогом корсете Ручной работы От модели Жулины Невозможно не кайфануть И фотограф просто мегапрофессионал Включая и твою работу Включая и работу Романа Включая симплик, который сейчас на моей симплик голове Конечно же вы создали Абсолютно противоположный образ Моему образу Это диаметральная фактически такая история Но Мне приятно чувствовать себя Девушкой, женщиной Мне сейчас хочется надеть еще на себе норковую шубу В пол И поехать на Амайбахе Кататься по Москве Отличное желание по-моему Не буду себе в этом отказывать Пойду зарабатывать на корпоративы На Амайбах или хотя бы на его аренду Точно С вами был Денис Лесницкий Это программа Давай изменимся И до встречи на Russian Music Box Пока Субтитры подогнал «Симон»